Социально-культурный центр в самый канун 2010 года был открыт в Шелоголицынском муниципальном образовании. Впервые более чем за два десятка лет сельское поселение Ртищевского района обзавелось солидным административным зданием. Почта, фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, филиал Сбербанка, кабинеты главы и специалистов администрации сельского поселения, танцевальные и актовые залы, где, собственно, и проходило торжественное мероприятие. Открытие этого объекта ждали два года. Именно тогда, в 2006-м, глава администрации сельского поселения Иван Николаевич Лымар высказал идею превращения брошенного долгостроя в социально-культурный центр. И вот в последний день года 2009-го жители села Шелоголицына и гости собрались на открытие. Вот два года назад в предвыборной кампании я видел вот это здание, и сегодня, в общем-то, здесь заметно изменения. И изменения в хорошую сторону. Спасибо, надо сказать, руководству района, что оно такое уделяет, внимание уделяет вот таким, наверное, социально-культурным центрам. На воселье в Шелоголицыно по праву встало в один ряд с самыми знаменательными событиями года – открытиями пожарных депо, физкультурно-оздоровительного комплекса, новыми километрами дорог. Главная заслуга, конечно, избирателей, что два года назад вы именно проголосовали за Юрия Александровича Зыгралова и за нашего лидера партии «Единая Россия» Вячеслава Викторовича Володина. Многое, я не говорю, что все, но многое, если бы не эти два человека у нас бы не было. Два года назад, когда вот Иван Николаевич здесь присутствует, огромное ему спасибо, это его, в принципе, инициатива. И когда вот мы увидели, что из этого получилось, это, конечно, заслуживает всякой похвалы. Здесь присутствует у нас шесть сельских поселений, все главы здесь присутствуют. Наша задача стоит, чтобы все, кто присутствует, главы, посмотрели и добились, чтобы действительно для людей было доступно. Я думаю, что народ должен оценить то, что вы получили возможность в одном помещении различные мероприятия и платежи делать, почта. То есть это все очень удобно. Дорогу здесь асфальтированную, круглый год можно подъехать. Осуществилась мечта жителей села Шилоголицына, работников почты, библиотеки, сельских медиков и главы поселения. Я прямо говорю, не ради лести, просто ради объективности. Вы знаете, заметно. Вот за эти два года, я хочу сказать, даже по нашему селу, я не буду в целом район брать, не буду даже брать физкультурный комплекс, плавательный бассейн. Даже наше вот село и чувствуется, какие благотворные, понимаете, благополучные сдвиги происходят уже в жизни наших сельчан. Праздник собрал в новых стенах глав сельских поселений со всего района. Жителям Шилоголицына есть теперь что показать гостям. А праздничный концерт готовили силами сразу нескольких учреждений культуры. Неужели мы не спляшем, неужели не здравим, неужели нашим зрителям отчет не дадим? Крузим мы в машины, книги и стеллаж, ура, переезжаем на второй этаж. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Будущий год обещает порадовать аналогичными центрами жителей Салтыковки и Красной Звезды.